Всем привет, с вами Максим и это канал Хороший Выбор. Давайте в этом выпуске немного отвлечемся от новинок, от топовых железок и посмотрим на старые добрые 950 GTX. По левую руку у меня стоит хорошо вам знакомый GTX 950 Strix от Asus. И также Asus недавно выпустили, на мой взгляд, очень красивую белую версию, которая помимо того, что отличается цветом, еще и стоит дешевле. И в этом выпуске я хочу сравнить эти две видеокарты и выяснить, стоит ли того экономия и стоит ли обращать внимание на более дешевую версию. Хотя, на мой взгляд, стоит хотя бы потому, что она выглядит круто. Но давайте более подробно посмотрим, потому что не может видеокарта просто так стоить дешевле, чем-то они должны отличаться. И первое, самое очевидное отличие, у белой 950 гораздо более простое охлаждение. То есть, на первый взгляд, оно, наверное, очень похоже со Strix, но по факту мы видим, что у белой видеокарты нет медных тепловых трубок. И она не умеет работать в полностью бесшумном режиме. То есть, Strix, например, без нагрузки, когда вы смотрите фильмы, сидите в интернете, может отключить свои вентиляторы и полагаться полностью на пассивное охлаждение. У белого варианта вентиляторы будут крутиться всегда. Но это, на самом деле, не страшно и не критично, потому что ее и под нагрузкой еле слышно. Сейчас я вам это постараюсь продемонстрировать. Меня, может быть, будет не очень хорошо видно, но это не важно. Запущен Assassin's Creed, вот она, белая 950, и я решил немножко поэкспериментировать. То есть, если я просто поднесу микрофон к видеокарте, ну да, вы услышите какой-то шум, но у вас не будет ощущения картины вокруг. Вы не знаете, насколько здесь шумно, тихо, насколько этот шум можно считать громким. Поэтому Сёма будет играть, соответственно, вы будете слышать нажатие клавиш на механической клавиатуре, за соседним столом Оскар тоже что-то пишет. В общем, ну более-менее реальные условия и какое-то присутствие фонного шума. Да, видеокарта сейчас нагружена на 100%, естественно, температура 67 градусов, и вот так она звучит. Как по мне, в реальных условиях услышать её нереально. Даже на открытом стенде, вот с такого расстояния, я уже просто ничего не слышу. И давайте сейчас попробуем в автобернере немножко повысить обороты вентиляторов. Сейчас MSI показывает скорость вращения в 40%. Ещё раз покажу, как это звучит. Ну, практически никак. И давайте поднимем их, например, до 65. Появился лёгкий шелест, на открытом стенде вот с такого расстояния его можно словить, в закрытом корпусе, опять же, вы ничего не услышите. Ну и второе важное отличие, это отсутствие разъёма для подключения питания. То есть белую 950 GTX к блогу питания подключать не нужно. Всё необходимое она берёт напрямую из материнской платы. С одной стороны, это хорошо, если вы апгрейдите какой-нибудь старый компьютер, или собираете какой-нибудь суперэкономичный, суперкомпактный, суперэнергоэффективный новый. С другой стороны, это несколько ограничит вас в разгоне, но об этом, наверное, давайте уже поговорим в конце выпуска. А сейчас давайте перейдём к тестам и посмотрим, как эти видеокарты проявят себя в реальных условиях. Будут ли они чем-то отличаться, если будут, то чем. Никакого дополнительного разгона или, наоборот, замедлений мы не применяли. Просто то, что называется, из коробки вытащили видеокарты, поставили их в тестовый стенд, ну и уже прогнали весь наш тестовый набор игр. Тестовый стенд это процессор i7-6700K, разогнанный до 4,6 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти, просто чтобы ничего, мощь видеокарт не сдерживала. И все игры также запускались с 480-гигового SSD-накопителя. Ну и давайте посмотрим, что получилось. Итак, Overwatch, Full HD разрешение, высокий пресет графики, всё-таки не топовые видеокарты сравниваем. И сверху результаты белые 950, внизу 950 Strix. Фреймрейт фактически идентичный, и видеокарты можно различить, ну, помимо очевидных подписей, которые я сделал, по показаниям датчиков. Белая 950-я греется сильнее, чем Strix, и в некоторых случаях у неё может быть меньше частота. Как видим, сейчас она работает на частоте 1200 МГц против 1228 у Strix. Не то чтобы большая разница, но всё-таки есть, и в некоторых случаях она проявит себя ещё сильнее, но об этом позже. В Doom на средних настройках видеокарты показывают себя, ну, совсем уж идентично, и частота тут иногда совсем не отличается, иногда разница составляет, ну, десяток МГц. По фреймрейту разница также от силы 1-2 кадра в секунду, а вот температура всё ещё белую GTX выдаётся потрохами, она, естественно, горячее. Причём разница эта весьма ощутима, 68 против 55 градусов Цельсия. Но, с другой стороны, не пугайтесь, ничего критичного в этом нету, 900-я линейка GTX нормально работает при температуре до 90 градусов. И пока я вам это объяснял, вы видите, как эти видеокарты одинаково себя проявляют в игре Rainbow Six Siege, также на средних настройках. А вот в Fallout разница чуть более заметна, тестируемый Fallout в данном случае на высоких настройках, и белая 950-я иногда проседает аж до 1170 МГц. И, насколько я заметил, это происходит, когда видеокарта нагревается больше, чем до 65 градусов Цельсия. Похоже, таким образом она защищает себя от перегрева, что ли. Хотя, как я уже сказал, запас до критической отметки ещё огромен, там, порядка 30 градусов у неё есть. И, похоже, видеокарта, чтобы сохранить температуру, выбирает вместо раскручивания вентиляторов до большей скорости просто сброс частоты. Да, температура, конечно, в таком случае не превышает 65 градусов, но фреймрейт при этом может просесть. Но, кстати говоря, вам никто не мешает задать скорость вращения вентиляторов вручную или создать свой собственный график зависимости скорости вращения вентиляторов от температуры в том же MSI Auto Burnery, например. Assassin's Creed Syndicate. Full HD разрешение, минимальные настройки графики. И тут видеокарты просто одинаково себя показывают. Одинаковая частота, одинаковый фреймрейт, только температуры по-прежнему отличаются, но в остальном всё идентично. GTA V на средне-высоких настройках. И результат снова идентичный. И по-прежнему 950 в белом исполнении на 10 градусов горячее. Абсолютно такая же картина в NITFOS PD на высоких настройках. И, наконец, в Battlefront между ними проявилась ощутимая разница. Но, как ощутимая история всё та же, видеокарта нагревается до 65 градусов и начинает сбрасывать частоты. Минимальная частота, которую я заметил, это 1177 МГц. Хотя также датчик показывал 1190 и 1200, но до уровня Strix он стабильно не дотягивал. И фреймрейт у белой карты был также стабильно ниже, чем у Strix. Что, собственно, логично. Чем ниже частота ядра, тем ниже и фреймрейт. Ну что ж, самая большая разница между этими двумя видеокартами в температурах. И очевидно, что 950 в белом исполнении горячее. Если подстроить скорость вращения вентиляторов вручную, то разницы в производительности между этими двумя видеокартами не будет вовсе. Но это если вы не собираетесь их разгонять. Если разгон вас всё-таки интересует, то тут есть несколько нюансов. Strix вариант, не модифицируя охлаждение, можно разогнать до 1400 МГц. В то время как вот эту белую видеокарту я читал, максимум гнали до 1300. То есть ещё 70-80 МГц из неё можно выжать, а потом вы уже упрётесь не столько в охлаждении, сколько в отсутствие дополнительного питания. Так что уж смотрите сами. По всем остальным параметрам это хорошая 950, которая ещё и стоит дешевле, чем обычно. И на этом я буду заканчивать. Спасибо за внимание. Надеюсь, что вам было интересно, полезно. Если так, то подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям. Обязательно загляните в описание, потому что там будут ссылки на актуальные цены на эти видеокарты. И также ссылки на нашу группу ВКонтакте и Инстаграм со спойлерами. Если вам это интересно, то и туда загляните, тоже вступите, подпишитесь. И увидимся с вами в новых выпусках. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!